Всем добрый день. Спасибо большое, что все собрались. Время у меня мало, но я постараюсь очень быстро рассказать о нашем продукте, о нашей компании. Прежде чем буду говорить, хотел бы узнать, кто-то уже знает наш продукт, кто-то уже принимал, принимает. Отлично, спасибо большое, спасибо. Вы моя группа поддержки. Смотрите, наша компания является официальным представителем производителя в России и в странах СНГ. На российском рынке мы с 2012 года, и мне повезло несказанно, потому что я стоял у истоков появления этого продукта в России. В Японии компания существует уже больше ста лет, и нам также очень приятно, что в основе продукта лежат труды нашего соотечественника Ильича Мечникова. Японцы этим гордятся, восхищаются этим, и это не скрывают. Основатель компании Кокутара Масагаки был, по сути, последователем Мечникова, и он первый начал в Японии заниматься производством йогуртов, но увидел, что йогурты – это не совсем то, что нужно нашему организму, чтобы быть молодым, здоровым, красивым и счастливым. И, соответственно, от йогуртного бизнеса они ушли и стали заниматься производством продукта для нормализации работы кишечника. Наше производство, производство в Японии находится, то есть это не Корея, не Китай, это 100% японское производство, японское качество. Я сам был в 2015 году на производстве, и на самом деле для меня, как менеджер, очень важно было посетить это производство. Почему? Потому что я вживую увидел, как японцы это все делают, как они это производят, с какой любовью они производят наш продукт. Очень важный момент, кстати, почему я всегда показываю в своих презентациях, как производится наш продукт. Это очень важно, чтобы показать каждому человеку, что наш продукт полностью безопасный, у него нет химического происхождения производства, это очень важно. В России и вообще во всем мире таких продуктов практически нет, чтобы это было 100% органика. Наш продукт – это органический продукт, и это очень важно, потому что много синтетических, химических препаратов – это 100% органика. То есть японцы выращивают свою собственную сою, а соя идет как питательная среда для размножения собственных бактерий. Кстати, весь урожай сои перебирается вручную. Я всегда на своих презентациях спрашиваю, у кого-то был опыт перебирать не сою, а гречку, рис? Есть такие люди, кто-то перебирал? Я вот рожденный, отлично. Я тоже рожденный в Советском Союзе, и нас мама в детстве сажала перебирать гречку. И весь урожай сои японцы перебирают вручную. Я когда был на производстве, у них как раз в январе они собрали сою и перебирали эту сою вручную. Почему они перебирают? Потому что не весь урожай сои идет в производство. Только определенного калибра, определенного размера соевой бобы. Соответственно, из сои делают соевое молоко. В соевое молоко добавляют 16 видов лактобактерий, которые были получены из физиологической флоры здоровых людей. Это очень важно. 16 видов уникальных лактобактерий. Это ноу-хау, это реальный прорыв. Я еще раз повторюсь, ни у одного производителя нет такой технологии производства и приготовления такого продукта. 100%. Может быть, 99,9%. Почему они используют именно соевое молоко? Почему они используют именно 16 видов лактобактерий? На этом графике видно, что именно сочетание соевого молока и 16 видов лактобактерий дает увеличение плотности по сравнению с другими способами культивации в 500 тысяч раз. И это очень важно. Вообще, для того, чтобы получился наш продукт, у японцев уходит два года. Год уходит на то, чтобы подготовить почву, вырастить сою. И год уходит на этот процесс ферментации. Это трудоемкий и действительно затратный процесс. Спустя год они получают два важных компонента, которые присутствуют в продукте. Это выделение лактобактерий и тела бактерий. Сразу могу сказать, что в конечном продукте нет соевого молока, нет самих бактерий. То есть наш продукт не является пробиотиком. Знаете, что такое пробиотики? Не является пребиотиком. Дайга относится к разрядам метабиотиков, и я сейчас об этом расскажу. Пробиотики. Живые бактерии. На этом не буду делать сильно большого акцента. Показания для назначения пробиотиков. Их много. Дисбактериозы, аллергии и так далее. Также у пробиотиков есть определенные недостатки. То есть они не приживаются в организме нового хозяина, могут попадать в кровь и так далее. Идем дальше. Я говорил, есть пребиотики. То есть это еда для бактерий. Тоже, в принципе, неплохая история. Но здесь опять же момент такой, что принимая пребиотики, то есть мы можем накормить как хороших бактерий, так и плохих. Есть с этим согласие? Кто-то слышал, наверное, такие теории? Отлично. Так вот, новая концепция метабиотики. То есть вот как раз наш продукт Дайга и относится к разрядам метабиотиков. На рынке тоже есть другие метабиотики. Не буду называть торговые марки. То есть кому интересно, можно посмотреть. Но именно по составу таких нет. То есть другие есть. Что такое метабиотики? Это низкомолекулярные компоненты, метаболиты и сигнальные молекулы уже известных или потенциальных парабиотических штаммов микроорганизмов. Преимущество метабиотиков. У метабиотиков по сравнению с про- и пребиотиками и синбиотиками очень большое преимущество. То есть имеют известные мишени точки приложения. Просто дозировать. Безопасность. Длительный срок хранения. Сразу скажу, что срок хранения продукта Дайга 3 года. И его не нужно хранить каким-то специальным особым способом. Просто дозировать. В САШе небольшие принимается один раз в день. Утром за 30 минут до еды натощак. Можно принимать взрослым, детям, беременным, кормящим. Всем без исключения. Без противопоказаний и побочных явлений. То, как развивалась история пробиотическая и так далее. Идем дальше. Как работает продукт Дайга? То есть продукт Дайга, если говорить, опять же, простыми словами. То есть когда мы принимаем продукт Дайга, у нас нет задачи накормить или заселить флору. Создается так называемая благоприятная дружественная среда для наших собственных родных бактерий. Как показали японские исследования и также российские исследования, которые мы делали в Институте Склифосовского. Идет увеличение как лактофлора, так и бифидофлоры. Патогенные, условно патогенные бактерии блокируются и выводятся из организма. И это первое. И второе, то есть очень важный момент. Слышали, наверное, то, что наш кишечник является самым важным, самым большим иммунным органом. Слышали? Отлично. Я тоже это слышал. И как раз вот пандемия, то есть мы на это делали очень-очень большой акцент. Делали, как раз просвещали, просвещали. Наша компания на самом деле очень много занимается просветительской деятельностью. И так вот, то есть идет активизация иммунных клеток кишечника, то есть приводим в порядок наш собственный иммунитет. Люди, которые, опять же, я не говорю, что дайга является монотерапией. Это не говорит о том, что его надо и в хвост, и в гриву. То есть нет. Это продукт комплексной терапии. То есть используя продукт в комплексе с правильным питанием, с хорошими витаминами и так далее, с хорошей водой, будет все замечательно, будет все хорошо. Сфера применения дайга на самом деле большая и обширная. За 8 лет работы с нашей компанией на российском рынке мы стали работать с большим количеством клиник, салонов, медицинских центров. Если зайти посмотреть наш инстаграм-аккаунт, дайга офишу, там большое количество ваших коллег, блогеров, звезд доминитостей, которые уже рекомендуют, назначают, ну назначают, конечно, не блогеры, назначают врачи, специалисты и так далее. У продукта дайга на самом деле есть большая доказательная база в том плане, что мы вкладываемся в науку, и у нас есть доклинические исследования в институте Склифосовского, есть сравнительный анализ, также в институте Склифосовского делался и так далее. Так как время заканчивается, просто хочу показать, как принимается, как используется продукт. То есть дайга – это курсовой прием, то есть сказать, что я выпью сейчас одну коробочку, и мне будет хорошо, не совсем правильно. То есть это нужно принимать как минимум курсом от месяца и более, то есть в зависимости от проблемы, от ситуации. Вот такая коробочка. У кого будет желание попробовать, то есть можно попробовать, у меня есть с собой всегда. У нас есть стенд, на нашем стенде тоже можно попробовать. Я просто люблю этот продукт, я его обожаю, но не знаю, то есть я уже настолько пропитался этим продуктом, этой философией, потому что на самом деле я не говорю, что это вот панацея, но это действительно классный и здоровский продукт, который действительно помогает людям быть здоровыми, молодыми, красивыми и богатыми. Время ушло. Спасибо большое. Мои контакты оставлю, кому интересно будет задать вопрос, и буду рад ответить. Спасибо вам. Спасибо, Сергей. Я здесь. Спасибо большое.